Добрый вечер, друзья! Такова наша сегодняшняя тема. И не отходя далеко, предлагаю ознакомиться с материалом, которым подготовились специально для этого эфира. Мы живем в самой прекрасной стране, а все другие страны нам завидуют. Ведь именно мы – самая дружная нация. А кто в этом усомнится, тому трындец. Да шуток ли? Прикрученную крышку котла, в котором варятся нации, лучше начинать отвинчивать, ибо взрывоопасный слой, по данным общественных опросов, уж больно вырос. Одни предлагают синтезировать русский характер, другие – притормозить. Третьи – утереть слезу и спустить неодобрительное эх по Ивану Кавказскому. Национальный вопрос в России перезрел. И может быть в этом причина несварения народа. В первой половине 18 века в предисловии к трагедии Дмитрий Самозванец писатель и драматург Сумароков называет основой русской нации то, что у дел рабов – послушание, царя – власть, а сынов отечества, то есть элиты, забота о государстве. В 19 веке Уваров выдвигает теорию официальной народности и предлагает сплотиться самодержавием, православием, народностью. С приходом к власти большевиков на авансцену выходит интернационализм. Под национальной политикой все чаще понимается решение проблем нерусских народов. До 1991 года у жителей самой большой страны в мире была одна родина – Советский Союз. После развала СССР миллионы людей в один час лишились старой и тут же обрели новую родину. И как будто что-то сломалось. Вчерашние советские сестры республики – сегодня враги. Нет мира и внутри молодой Российской Федерации. Смотрим друг на друга недобрыми глазами. И уже славянины на Кавказе не чувствуются дома. И лесгинка в центре Москвы раздражает. Последний раз терпение кончилось 11 декабря 2010 года. Митинг против этнопреступности, посвященный гибели фаната «Спартака» Егора Цверидова, перерос в настоящий погром. Только по официальным данным в акции протеста принимало участие 5000 человек. Пострадали 10 человек и 65 фанатов были задержаны. И как будто не свои, чужие руки били и резали на Манежной площади. А кто они эти свои? И кто тогда те чужие? Действительно, существование национального опроса в нашей стране подтвердило в очередной раз, наверное, события на Манежной площади. И более того, оно его подчеркнуло. Да, все мы привыкли к этим заголовкам, которые слышали о том, что да, футбольные фанаты, избиение людей других национальностей, жертвы, кровь. Все вот это как-то было смешано вместе. Насколько это правда? Насколько это верно? Сегодня попытаемся узнать у наших гостей, болельщиков футбольного клуба «Спартака». Здравствуйте, друзья. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Максим. Я болею за «Спартак» уже 13-й год. Здравствуйте, меня зовут Руфан. Болею не так давно, как за «Спартак». Где-то около 6 лет примерно. Все мы помним, что события на Манежной площади, толчком для них послужило убийство Егора Саверидова. Вот какие были ваши первые мысли, когда вы услышали, увидели эти новости? Ну, в первую очередь, стало очень обидно за то, что в спорт примешали межнациональные конфликты. То есть, то, что не спорт номер один, а вот группировки. И пусть даже люди, ну, занимаются в первую очередь в этих группировках именно, как бы, разжиганием межнациональных конфликтов. То есть, например, лидеры группировок, ну, там, пускай занимаются, ну, они там, являются, допустим, у них в идеалах представление, допустим, об антифашизме, например. И они вот это разжигают среди фанатов, как бы. Можете попросить, пожалуйста, сразу уточню, кто они? Ну, я именно на Манежной площади, герои. То есть, я не перехожу на личности, то есть, именно. Вот, и то, что мешает именно в спорту, вот такие чувства, как бы, далеко-далеко. Ну, а все-таки за то, что товарищ, да, товарища по оружию, болельщика Спартака убили, это не вызывало никаких резких эмоций? Не хотелось пойти отомстить тоже? Честно говоря, нет. Ну, лично я, как бы, больше люблю саму игру, то есть, как бы, ну, наблюдать, чем разжигать какие-то конфликты, ну, противоречия. Все-таки я не могу понять, на Манежной площади кто были, фанаты или не фанаты? Ну, мое мнение, что это все-таки не фанаты, то есть, это, как бы, решали другие задачи там. То есть, провокация была, да, элементарная? Провокация, я думаю. А с чьей стороны кто там был? Давай, Женя, спросим по-другому немножко. Есть националистические движения среди фанатских группировок? Вот с этим, по-моему, тяжело поспорить. Насколько вот это развито? Я уверен, что есть, как бы, об этом есть и документальные фильмы, в принципе, и другая информация. То есть, это ни для кого не секрет, что с помощью спорта, с помощью фанатских движений люди реализовывают свои цели, далекие от спорта, в принципе. Но в этом же виноваты сами фанаты. Ведь вы фанаты, вы говорите о каких-то фанатских движениях, в которых сами же состоите. Ну, состоим мы в фанатских движениях, но мы же против расизма, например, национализма. Потому что... Это вот вы лично против. А 99% людей из вашего же фанатского движения за? Не возникает ли вопроса, а почему я в нем состою? Ну, почему? Если человек болеет за спорта, он же не должен думать, что он националист. Ну, большинство фанатов спартаковских, по крайней мере, по-моему, именно такие. Ну, я просто... Еще знаешь, как бы... Дело в том, что Новгород – это провинциальный город, в принципе, и в нем нет смысла разжигать эти конфликты. То есть, это будет как бы... Ну, вот Москва – это удар, допустим, по столице. То есть, это столица России. То есть, об этом узнают все абсолютно. Прекрасно, Максим. Да, вот почему тогда в нашем провинциальном городе, когда я прихожу на трибуны поболеть о свой любимый Волхов, да, я слышу там кричалки «Бенито, Бенито, Муссолини», да, «Бейммм», да, не буду называть конкретной национальности, и прочее-прочее. Откуда возникает вот в нашем политически неактивном городе? Ну, может, это экспрессия людей, как бы такая, ну, выражение чувств, как бы своих. А почему именно в таком виде выражаетесь? У меня тоже есть несут этого мнения, потому что я как человек, который болеет и за «Спартак», да, и за нашу новгородскую команду, мне кажется, что вот в повинциальных городах есть желание подражать тем, кто побольше, тебя покруче, да, вот повторить какие-то движения вот больших московских трибунов. Совершенно верно. Вот какие-то вот фразы тоже повторить там за кем-то. То есть, ну, подразить действительно так и есть. Ребята, вот заговорили о Манежной площади, о фанатах, а давайте обратимся все-таки, кто на той же Манежной площади стоял, да, там, по другую сторону, то есть не фанатскую. Вот, ребята, скажите, пожалуйста, в Великом Новгороде есть ли какая-то вообще агрессия со стороны русских? Неважно, фанатов, не фанатов. Кто выскажется, кто скажет нам правду? Здравствуйте, меня зовут Майорбек. Конкретно агрессия, к примеру, она на территории России, так если уточнять, она, конечно же, везде есть. Можно столкнуться и на улице, да, можно и столкнуться, к примеру, дискриминация есть, и когда устраиваешься на работу, смотрят на, вот, увы, смотрят на национальность. И есть примеры конкретно, я столкнулся с этим, вот, когда, придя в один орган, в отделе кадров посмотрели паспорт и увидели, что фамилия, имя не русская, не подходящая. Отправили отдел собственной безопасности, сказали, мы вам позвоним. Все, на этом вопрос закончился. Лично для меня, для нас это оскорбление, понимаете, когда, ладно, если на улице, к примеру, к нам так относятся, мы поймем, многие люди неграмотные. Но когда люди, в первую очередь, которые должны соблюдать закон, когда, это закон, понимаете, когда они не соблюдают, вот это уже, тут уже надежды, мы не видим, что что-то изменится. Мне кажется, надо проснуться вообще, в общем, народу, всему. Национализм, это схожее с патриотизмом. Но когда радикальный национализм, это уже, знаете, он не подходит. Простите, пожалуйста, да, вот, в Трудовой кодекс он же все-таки регулирует и такие вопросы. Вы не пытались как-то обжаловать через юристов ситуацию? Вот, я хочу конкретно, вот, зашел разговор, вот, у нас хотели зарегистрироваться, как религиозное объединение, я думаю, вот, передам нашему представителю Войнахского конгресса по этому поводу, и он ответит. Представьтесь, пожалуйста. Ну, что касается, меня зовут Адлан. Что касается, вот, общины, мы здесь, я здесь живу 30 лет, вот, работал, и в разных местах, в общем-то, сам воспитывал, работал в спорткомитете района, занимался детьми, растил, воспитывал, прививал, так сказать, любовь к спорту, ну, и потом в дальнейшем перебрался в Новый год, уже здесь проживая больше 20 лет. Вот, вот, у нас где-то года два уже мы собираемся на Чусево, арендуем небольшое помещение, где вот чеченцы, дагестанцы, узбеки, таджики, собираемся молиться, так сказать. И, в общем-то, откровенно говоря, иногда происходят неприятные вещи. Мы туда приходим очень тихо, мирно, спокойно, помолились, пообщались и уходим, так сказать, чтобы не было никаких негативных, так сказать, отношений у людей, которые проживают в доме рядом. Но, тем не менее, туда иногда приезжают представители органов, контролирующие, так сказать, устраивают облавы, проверяют, то есть провоцируют там на всякие вот эти вот неприятные вещи, негативные. Простите, перебью, на что проверяют? Ну, проверяют машины, значит, проверяют документы. Ну, пытаются найти, если не прямо вот так вот запрещать собираться. Даже откровенно говорят, что вы не имеете права, вы об этом знаете, что вы не имеете права по закону собираться больше 15 человек, если у вас официально община не зарегистрирована. А мы объясняем, что мы уже год-второй пытаемся эту общину зарегистрировать, с удовольствием бы это и сделали бы. Но нам юстиция областная регулярно отказывает в этом. Каждый раз придумывает там какие-то недоработки. А в чем аргументация? Чем они запрещают? Почему? Что вам говорят? Они нам не говорят, что вам нельзя собираться, значит, что они против, чтобы мы здесь собирались. Они просто-напросто постоянно систематически находят какие-то недоработки в уставе общины. Хотя этот устав у нас привезен с Санкт-Петербурга оттуда, когда он там действует. Он у нас такой же идентичный, так сказать, устав здесь. Мы ничего из себя здесь не добавили, так сказать. Но, тем не менее, постоянно юстиция находит какие-то, так сказать, исправления, заворачивает. И каждый раз на это уходит у нас на устранение этих недостатков, якобы, месяца-полтора времени. И вот в итоге у нас... Как вы думаете, откуда идет такое отношение? А почему? Это отношение идет с руководством. С руководством, сверху все. То есть, это именно сверху, а не снизу, да? Нет, конечно, снизу-то. У кого власть? У кого власть, они заказывают, так сказать, музыку. А почему такую музыку заказывают наши власти? В чем их власть? По-моему, у власти все измеряется в деньгах. Я приведу пример, допустим. Я приведу пример. Вот в Чечне, допустим, Кадырова, президент, значит, в первую очередь он там восстановил храм, храм Михаила Архангела, восстановил в первую очередь храм, и на это восстановление потратил до 100 миллионов денег из личного фонда своего отца. Не федеральные деньги, вот как журналисты часто любят говорить, что на Кавказ выделяются очень огромные деньги, что это такая дыра, якобы там сидят одни бездельники, тунеядцы, и якобы Россия кормит Кавказ. Это неправильно. Я лично знаю, мой близкий самый друг, родственник, работал главным инженером на восстановление вот этого храма. И вся моя фамилия, весь мой род работал на этом восстановлении, так сказать, и получали небольшую зарплату за это, так сказать, буквально чисто символическую. В первую очередь он там восстановил храм. Православный, я так понимаю, да? Православный, да. А потом уже после этого только взялся за строительство мечети. Если бы вот так решались вопросы в самой России, мне кажется, многие эти проблемы бы, они бы закончились, так сказать. Смотрите, мы сейчас приводим примеры, да, скажем так, нелицеприятного поведения со стороны русских. Я могу привести другой пример. Мой близкий друг, он дружен с дагестанской семьей, и два года назад ездил к ним в гости. Ему очень четко, когда он приехал туда, объяснили, что к женщинам, к местным ты не подходишь, не здороваешься, из дома ты без нашего сопровождения не выходишь, потому что в противном случае могут возникнуть конфликты с местным населением. Вот есть тут вот жители Дагестана, кто-нибудь может мне сказать, или опровергнуть эту ситуацию, что такое есть, или почему такое вот враждебное отношение к русским людям, которые приезжают в Дагестан? Получается, та же самая картина, только наоборот. Ну, что-то напоминает еще двойные стандарты отдаленно есть, почему? Ну вот, у нас есть. Ну, как бы я не дагестанец, но я армянин, но я понимаю эту ситуацию. На Дагестане есть обычаи, которые, скажем, то же самое, что с женщиной нельзя разговаривать. У них религия этого не позволяет, не только для русских, скажем, но и даже для их национальности. Я думаю, это здесь просто, ну, видно все. Здесь просто традиции и обычаи, которые ему просто сказали, что соблюдать лучше. А вот из дома не выходить, вот, чтобы конфликтов никаких навес не было. Да, да, да. Знаете, все зависит от воспитания. Опять же, все идет от верхушки. Когда вот я в Парфенском районе был в детском садике, к нам приехали немцы. Немцы к нам приехали и подарили игрушки. И мы воспитателям задали вопрос, вот, почему, с какой целью немцы приехали к нам и подарили игрушки. Это пенсионеры были немецкие. Они говорят, что, воспитатели, что раньше была война. Вот. И им стыдно за то поколение. И чтобы не было подрастающего поколения каких-то плохих, плохого отношения по отношению к немцам, вот они вот так стараются воспитывать со своей стороны. Вы понимаете, а как мы воспитываем? Вот как мы заботимся о дружбе народов? Да никак. Понимаете, никак. Просто мне кажется, мы сейчас говорим о том, что это всегда единичный случай. То есть вот мы стараемся уйти от тем, говоря о том, что это какие-то отдельные люди. Они плохие, все кругом хорошие. Никто же не станет отрицать о том, что национальное настроение сегодня в нашей стране, они уже превысили какую-то вменяемую планку. Разве нет? Это никто не чувствует сейчас? Ну, по-моему, стоит влезть туда в те же интернеты, почитать гостевые книги сайтов либо право-радикальных, либо тех или иных национальных группировок. И там и там агрессии-то много. Что с одной стороны, что с другой. Я за себя скажу, что сам, вот буквально в этом месяце, будучи в южном городе России, убегал от лиц, простите, кавказской национальности, только потому, что я был русский. То есть мне приходилось действительно бежать по городу, и мне вслед кидали не самые благостные выражения. Вот просто хочется, да, объяснить еще то, что вот какие-то неприятные ситуации не с обоих сторон равнозначно случаются. Выяснить надо не то, почему русские виноваты или не русские, почему вот с обеих сторон идет такое нагнетание гнева. Да, молодой человек. Представляю, Союз коммунистической молодежи Российской Федерации, молодежное отделение при коммунистической партии. Последнее время создается такое впечатление, что либо власть, либо какие-то финансовые альгархические структуры специально стравливают и со стороны кавказцев, и со стороны русских людей и людей прочих национальностей нас между собой. Почему такое происходит? Очень просто. Даже анализируя случай, который произошел на Манежной площади, можно сказать, что, да, убийство стало катализатором. Люди вышли против чего? Не против национальной розни, а против того, что бы, против произвола чиновников, против нашей власти, против системы, которая сложилась в нашем государстве. Разумеется, выгодно нашим и чиновникам, и тем же, той же самой бурзуи преподать это все свести на национальную рознь. Нет, на самом деле не так. И на Кавказе у людей очень много проблем, очень много социальных проблем. Нет, некуда трудоустроиться, значит, негде работать. Не на что зарабатывать деньги, кормить свою семью. Тоже сейчас происходит и в нашем Отечестве. Вместо того, чтобы вымещать свою злость, разумную, естественно, на властях, нас сталкивают лбами между собой и заставляют выплескивать национальные... Актуальный пример. Швейцария – страна, где, по-моему, все хорошо живут. Проблема вокруг строительства минаетов недавно была, были такие же народные стычки. Казалось бы, никакой социальной подоплеки. Почему-то тоже ведь так получилось, похоже на нас. Ну, хорошо. Национальные конфликты, как правило, возникают, исторически, да? Как правило, возникают в странах наименее развитых, или тех странах, которые пришли в какой-то экономический упадок. Согласись, что нам далеко все-таки до Швейцарии. В Швейцарии там немножко другой вопрос был. Давайте не про Швейцарию говорить. Вот представители коммунистической молодежи, я все жду и хочу услышать, когда же они скажут, что вот в Советском-то Союзе все было очень и очень хорошо, все жили мирно и дружно. Так ли это, на самом деле? Вы только что озвучили, собственно говоря, статус-кво Советского Союза. И никто, собственно, не подстрекал никаким межнациональным вражде, розне, непониманию? По крайней мере, таких масштабов, которые имеются сейчас в нашем государстве, не было никогда. Вот, по-моему, как раз наоборот. Мы вместе со 160 национальностями Советского Союза победили и изгнали фашистов с нашей Родины. Нам было не до национальностями. Это было в крови советского гражданина, русского, армянина, татарина, чеченца, еще кого-либо. Мы были против этого, но только что убийцы знали своей Родины. Правильно. А после того, как их знали фашистов и победили товарища Гитлера, товарищ Сталин эшелонами отправлял чеченцев и ингушей в Казахстан, в Сибирь. Можно я сказал, что в Сангулку? Это не есть рождение? Какая здесь, Женя, по этой теме? Я хочу сказать, что не только после войны наши народы ссылали прямо во время войны. И многие... Начиная с 43-го года, по-моему, если не ошибаюсь. 42-го. И многие меняли свои национальности в паспортах и все равно до конца прошли до Берлина. Вот я знаю, мои родственники там были. Вопрос, зачем? Давайте коммунистическую молодежь спросим, зачем? По-моему, ну, и здесь, чтобы спасти наше отечество и народы Европы от фашистской чумы. Ура в этом могло помочь. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, после всех событий, которые произошли уже, да, с вашими родственниками, у вас сейчас какое отношение? Кому именно? Вот, к русским. Или это вот осталось только на советской партии, на нашей, да? Я бы не сказал, что на партии. На некоторых личностях, которые возглавляли эту партию тогда. И все, и дальше не распространилось. Абсолютно. Тогда можно у меня вопрос, извиняюсь, что перевел. Получается, нет, я понимаю, что сегодня собрались мы здесь те, кто настроены на диалог, наверное, интеллигентные люди, но неужели, я не знаю, вы будете утверждать, что проблемы нет? Проблема от этого обострения, как Настя сказала, от этих национальных настроений. Проблема, если проблемы не было, мы не собирались, наверное, не обсуждали это. Проблема есть, и эту проблему создают те личности, которые как, ну, не понимают того, что происходит. Я, как и, наверное, большинство здесь собравшихся, думаю, что проблема не в том, что недолюбливают нацию как-то, а в том, что их, как бы лбами, как сказал молодой человек, стравливают, чтобы скрыть какие-то другие проблемы и недостатки. Мы хотели высказаться, давай. Жуков Антон, Молодая гвардия Единой России, областной штаб. Я согласен, что проблема в стране существует, и я с ней абсолютно не согласен с этими методами, но давайте не будем сталкивать все на власть. Мы живем, слава Богу, в демократической стране, а не в коммунистической. И мы правим этой страной, мы здесь сидим для того, чтобы молодежь, мы строим наше будущее. И не надо, мы такие бедные, несчастные, нас столкнули лбами. Да мы сами все виноваты. Виноваты люди, которые туда вышли. Они поддались на эти провокации. Они там получили, может, их старшины, да, какие-то там, двадцаточники, получили какие-то деньги за это. Может быть, нет, но они в этом виноваты. А мы виноваты, что этому, грубо говоря, пассивно смотрим на это и не предпринимаем никаких мер. Друзья, да, сейчас прозвучала очень правильная мысль о том, что, наверное, виноваты мы сами, а в себе попробуем разобраться сразу после рекламы. Если вы ищете водостойкую фанеру или поганажные изделия, не тратьте время зря. Мы вам поможем. Улица Московская, 53, телефон 630907. Доставку обеспечим. Интеграл Лес. Мы существуем, чтобы заботиться о вас. Крупная сеть аптек. Огромный выбор препаратов. Панацея. 15 лет рядом с вами. Фирменный магазин немецкой одежды Гэри Вебер приглашает на грандиозные зимние скидки на одежду до 70%. Магазин Гэри Вебер. Улица Десятинная, дом 2. Почему я не вижу здесь кораблей... 18 февраля. ДК «Акрон». Проект экс-солистки и ночные снайперы Светланы Зургановой и Оркестра. Не пропусти время. Настоящие музыки. Телефон 60 67 67. На сцене Новгородского театра драмы Санкт-Петербургский мужской балет Валерия Михайловского представляет в первом отделении премьеру спектакля «Мужчина и». Во втором дивертисмент из классических балетных номеров. Начало в 19 часов 22 февраля. Справки по телефону 77 34 45 07 или 08. Стелс. Лучшее из возможного. Приглашаем к сотрудничеству дилеров. Держи связь. Общайся еще больше. Безлимитные звонки, смс и ммс за 3 рубля в сутки. Тариф «Монстер общения». Суперакция. Два комплекта по цене одного. Спрашивайте в центрах обслуживания «Билайн». «Билайн». Живи на яркой стороне. Свой среди чужих, чужой среди своих. Тема нашей программы – это «Есть контакт». Обсуждаем национальные настроения в современной России сегодня. И у нас очередное мнение. Здравствуйте всем. Меня зовут Зеленкин Геннадий. Председатель областного штаба студенческих трудовых отрядов. Спасибо. Хотелось бы поддержать позицию немножко Антона. Я согласен с ним. Виноваты мы сами. То, что мы строим друг другу козни. Да, мы друг друга не понимаем в каких-то вещах. Но посмотрите, ребят. Мы даже не знаем нормально друг друга культуры. Культуры разной национальности. Я знаю какие-то вещи, какие-то культурные обычаи. Я сам вырос в Средней Азии. Я знаю, да, как это происходит. Мы не знаем, и поэтому у нас друг на друга возникают какие-то вещи. Власть здесь ни при чем. Мы сами виноваты. Давайте, мы большая национальная страна. Всю жизнь жили. Да, бывают проблемы. Но можно жить в ней мирно, нормально. Я вот сам занимаюсь студенческими трудовыми отрядами. Вот напротив меня сидит молодой человек, который принимал участие активно в этом движении. И не только лица кавказской национальности, но также из Марокко, с Непала, с ЮАР, откуда только у меня их не было. И все работают и нормально дружат. Можем же, когда хотим? Можем. Все зависит от нас самих. Если есть желание... А почему желания нет? Почему сейчас эти проблемы берутся? Потому что мы опять же, мы сами друг другу мешаем. Причем можем же дружить, подойти, спросить там, как, грубо говоря, как дела, да? Что, чем ты занимаешься? Давай попробуем делать что-то вместе. Может, все-таки кто-то должен это провоцировать? Провоцировать мы сами должны идти друг к другу навстречу. Мы сами должны... Сами это никто. Сами? Вот кто готов сейчас пойти, провоцировать? Я спокойно общаюсь с любой национальностью. Я привлекаю ребят, с ними работаю. И мне это приятно, потому что я узнаю от них что-то, что не могу узнать от других. Каких-то их обычаев. Меня научили... У меня есть друг дагестанец. Он меня научил, конечно, очень плохо, но все-таки, танцевать лезгинку. Но я смогу там какие-то пары сделать. Но при этом я нормально общаюсь. Я вырос, я родился, да, пускай в СССР, но я вырос и растут вокруг меня люди, пускай с разных государств, с разных стран. Почему нельзя дружить-то? Власть-то тут ни при чем абсолютно. Я полностью согласен с предыдущим оратором о том, что мы сами выбираем те дороги, по которым нам нужно идти. Но я не согласен с тем, что разве не власть виновата в том, что полностью ликвидирована сейчас в нашем государстве система воспитания молодежи. Да, какие-то негативные стороны были в советской системе. Я говорю о пионерии, о комсомоле и так далее. Но была определенная система ценностей, которая говорила людям многоционального государства о том, что нам нужно быть вместе и жить, простите за банальность, жить дружно. Давайте жить дружно. Это было ясно и понятно каждому. Сейчас воспитательным моментом вот этим вот никто в нашем государстве, к сожалению, не занимается. Да не право. Смотрите, даже картинка в букваре на первой странице была русская девочка, украинская девочка, азиат и множество-множество национальностей. А сейчас почему? Нет, у нас же система разве новая, которую собираются утвердить в образовании, не направлена на то, чтобы воспитать это патриотическое образование и так далее. У нас же с сентября грядут перемены, будем воспитывать патриотическое образование, будем дружить, стараться. Ведь вроде перемены идут, получается. Вот 20 лет, за 20 лет мы на образовании такой пробел сделали, плоды которого мы пожинаем вот сейчас в виде национальной работы. Да, пожалуйста. Хусейн, студент, ИМО, Афгу. Не смело как-то. На мой взгляд, просто единственная причина – это нет духовного воспитания людей. То есть нужна какая-то нормальная программа по духовному восстановлению. Как-то, я не знаю. А как же духовное восстановление, если мы, опять же, представители разных религиозных конфессий? У нас их столько много в стране. Разная религия, но душа одна у всех. А вы знаете, у меня такая мысль возникла. Каждое свое, у мусульман свое духовное воспитание. Точно так же и у христианства. Если человек духовно не воспитывается, естественно, он вырастет и все. У него, если духовного воспитания нет, то там дальше и говорить нет. А кто должен заниматься духовным воспитанием? Каждый сам своим? Нет. Это, мне кажется, никогда мы не придем к такой сознательности народа. Поколение как возрастает сейчас? Что оно видит сейчас? Оно видит, вот, надо бить этих, эти видят, надо бить этих. Так они и воспитываются. Сейчас 15 лет, 15 лет все стукнуло, у них уже все, в голове фанатизм. Вот увидел, бей, все. Но мы опять возвращаемся, что главный институт воспитания это семья и получается все от нас. Все с верхушки идет. Правительство ставит программы определенные, как в Чечне, например, допустим. Еще одна реплика. Я хотел насчет фанатов сказать. Я ничего не имею против футбола. Но просто, если мы вспомним 2002 или 2004, когда вышли на Манежку, там, по-моему, с Японии, да, мы играли. И что произошло, когда ставили большие экраны и потом их пришлось просто убрать, потому что там беспорядок. Ну, это просто, Янюч. Что касается вот вообще вот, ну, во-первых, надо сказать, что СМИ-ты, то есть, да, журналисты, вот, они продажные. Спасибо большое, Антон, всей нашей команды. Я не хочу там каждого. Сорвали овации. Не, я не хочу вот каждого, да, это не камень, там, ваш огород. Каждый шестой, наверняка. Ну, просто так и есть, когда вот там двухметровые, да, ребята накачаны по 20 штук, там, на дворника в Москве напали, и потом их показывают по центральному каналу, это как бы вроде бы и показывает, типа, плохо, и, ну, это куда уж круче реклама, да? Когда вот пока, это мы понимаем, там, образованные люди, что, ребят, вы чё. А когда вот человеку 15 лет, мальчику 14 лет, и, естественно, там, или когда там в интернет, интернет, вот это, ну, помимо того, что, там, порно-логово страшное, да, то есть, интернет нужен для того, чтобы читать умные книги, да, там, я не знаю, могу фамилию многих людей, учёных и книг, которые, да, стоит читать. Что касается этого, а нет, мы интернет, я имею в виду, вот, в основном молодёжь используют для того, чтобы посмотреть, как там 20 человек, я имею в виду, патриотов, хотя не стоит это слово, это святое слово пачкать, там, закачать и посмотреть, как они кормят какого-то бомжа, да, там, ядом каким-то, вот такой ролик был просто и по телевизору показывали, то есть, и это для них гордость, когда, ну, вообще в каждом стадии свой баран есть, да, то есть, не надо вот, и вот Кавказ, Кавказец, слово, это прям, я не знаю, хуже, не знаю, хуже какого-то врага, Кавказ, Кавказец, то есть, да, там и другие слова, но мы будем говорить, Кавказ, Кавказец, и вот это, когда показывают по телевизору, по новостям, хочешь, не хочешь, и зомбируют, как бы, вот это. А вот у нас, сейчас, Стас, прости, перебью, есть мнение, девушка давно руку тянет. Я бы вот хотела вернуться к вопросу образования, да, как-то так ушли от него, вот вы сейчас сказали по поводу новой реформы, да, в образовании, как, я так поняла, вы считаете, что она какая-то очень замечательная. А я бы хотела с вами не согласиться, что сейчас происходит у нас в образовании, да, товарищ Фурсенко, даже товарищем сложно его назвать, лично для меня, да, сейчас самые важные предметы, такие как литература, история, уходят на задний план. Появляются предметы, которым даже названия нету, никто не понимает, что может преподавать данный предмет. И самое главное, что как сейчас преподают ту же самую историю. Мне, и как большинству, наверное, и здесь посчастливилось родиться еще при советской власти, да, при Советском Союзе и получить образование у людей, воспитанных в Советском Союзе, которые действительно учились, да, они получали образование очень высокого уровня. И нам они смогли преподать, преподнести знания так, как они есть, в каком свете они действительно были. Сейчас происходит, нынешнее поколение, которое уже родилось при капитализме, мои будущие дети, я боюсь отправлять их в ту же самую школу. Я не знаю, как им там вот... Извините, я вас перебью, да, но вот если вы говорите, что тогда было такое замечательное образование, да, духовное воспитание на высшем уровне, вот те люди, да, которые были и на Манежке, в том числе, они родились и отчасти были воспитаны как раз в то время. Ну, как бы вот... Это не 14-летние ребяты, это не 14-летние дети. А идиологи, если я тогда... За 20, правильно? Я уже о главах фанатских движений, это люди, которым за 30, а то и за 40. Давайте дослушаем, пожалуйста, дослушаем девушку. Это идет не только из семьи, это идет действительно от образования. И то, как нам сейчас нынешние власти его преподносят. Что мы сейчас изучаем в школах, наши дети что будут изучать? Что мы видим? В школе нам преподносят, да, допустим, ту же самую историю Советского Союза абсолютно в исковерковом виде. Там власть Советского Союза, народ Советского Союза предстоит чуть ли не преступниками. Зато мы включаем телевизор, заходим в интернет и видим по всем каналам убийство, кровь, власть права, остальные неправы. О чем тут можно говорить? Советский Союз распался добровольно, правильно? Это было обоюдное решение. Самостоятельное. Самостоятельное. Не сверху откуда-то. Давайте немножечко копнем историю, референдум, который... Мне кажется, надо о настоящем говорить, а не о истории как марта. Про историю. Советский Союз распался недобровольно, недобровольно абсолютно. Референдум, который опрашивали жители граждан Советского Союза, на 90% был против развала Советского Союза. Граждане не хотели. При этом Татарстан сразу себя охотно объявил чуть ли не самостоятельным государством. Не Татарстан, не Татарстан, а верхушка Татарстана, которая захотела урвать социалистическую собственность всех карманов. Давайте говорим о настоящем. Можно спросить, молодой человек сказал про духовность, это самая главная тема. Вот я знаю, что в медицине есть такой предмет, как религоведение. Я лично его изучал, я ходил в церковь на набережной Бориса и Глеба. Я ходил, изучал, учил, цитировал Библию, получал за это оценки. У меня вот есть. Мне просто интересно, в какой другой, кто тут учится, на кого, будущая профессия, кто изначально учит религоведение. Почему только врачи учат, что несмотря на человека, несмотря на национальность, ты даешь клятву, ты должен лечить. Почему в других предметах, других специальностей этого нет? Религоведение. Это элементарно. Пожалуйста, если попросить священников, то любой священник... Просто уточню, просто вот за пять лет учебы в медицинском институте у нас такого предмета тоже не было. Здесь в Лангкарде такого предмета нет. Сочувствовал. Вот у меня было, я вот говорю, церковь Бориса и Глеба, набережная. Я думаю, все его знают. Религоведение. Мы сегодня говорили уже о теме погружения в интернет, да, и было сказано, что это вот профанация, как-то то, что создает действительность. А может и к этому действительность, как к тому, как инструменту демократии, может действительно туда выливается объективная реальность? Вот девушки, которые сегодня не пришли на эфир, узнав о такой теме, ко мне подошли и сказали, Стас, проблема-то есть, потому что когда мы идем по темному Новгороду, и сидят гости нашего города, сидят и провожают нас бесцеремонными взглядами, при этом комментируя нашу внешность, это как, да. И это, да, такая не единственная проблема, может действительно все-таки тоже какая-то неправильная... Стас, а я, пожалуй, с тобой не соглашусь про объективную реальность. Вот я, насколько я знаю, Адлана и его община год назад помогла Дома Ветеранов в деревенице, построили памятный знак и сделали беседку. Об этом ни в интернете, ни где-то в газетах никто не написал, не снял, не рассказал. А ребята сделали хорошее дело. И когда мы вот начнем такие видео смотреть в интернете, о таких вещах читать, слушать и смотреть, мне кажется, тогда мы и будем друг другу относиться совсем по-другому. Можно сказать, вот сказал, да, Стас, что, например, ну, провожая там взглядом, там, комплиментами, ну, так скажем. Ну, а вот, скажем, если, пусть русский, скажем, изнасиловал девушку, в этом в газете не напишут, по телевизору не скажут. А если это сделает, скажем, лицо кавказской национальности, в газете так и напишут. Ну, смотри, вот журналистика, правительство, они сами, сами вот толкают людей на это. В газетах постоянно пишут, скажем, лицо кавказской национальности убил, там, скажем, изнасиловал. Почему нельзя просто сказать, скажем, по фамилиям? То есть там факты. Давайте спросим девушек, они у нас сегодня так мало говорят. Вот девушка хотела высказать. Можно, да. Я тоже хотела, кстати, я соглашусь и с ведущим, и вот с молодым человеком, который только что высказался. Я тоже считаю то, что само телевидение, оно преподносит обе стороны, ну, даже больше кавказскую, я скажу, сторону. Вот, допустим, сидишь в Дагестане, смотришь телевидение, даже здесь, где бы не было, журналисты преподносят так телевидение, что вот, вот это сделано плохо, вот это сделали, а ни одной хорошей стороны вы говорите, почему сталкиваются лбами? Во всем виновата телевидение. Почему преподносит только плохие стороны с обоих сторон? Почему нет, там, вот, помогли ветеранам? Почему не говорят, не излагают, ну, я не знаю, положительные какие-то стороны? Постоянно говорят, почему там, сторону русских какие-то, да, я так понимаю, можно сразу еще акцент, есть большая обида со стороны представителей с Кавказа на русское телевидение, скажем так, на русскую верховную власть, которые пытаются ситуацию сковеркать, которые пытаются скомпрометировать, которые пытаются представить плохо, правильно? Нет? Нет, абсолютно. Вот я, допустим, с этим не согласна, вот, что бы я ни видела, да, по телевидению, я не считаю. Да, есть какие-то, как сказал один молодой человек, в каждом стадии свой баран или урод, или, как это сказать, каждое, я извиняюсь, но у меня, допустим, нет, из-за этого я спокойно общаюсь со своими русскими, я, допустим, учусь в университете, я спокойно общаюсь с русскими, с любой национальностью, у меня нет такого, вот это русский, с ним надо общаться так, вот это вот наше, с ним по-другому. Да, давайте вот еще одно мнение, очень давно у тебя нет рука. Я хочу сказать, что СМИ, когда что-то случается, вот я повторю, всегда указывают, выходят с Северного Кавказа, и иногда бывают республики. Зачем это говорят? Это хотят подчеркнуть, что вот, вы понимаете, ладно, бандиты есть, но это же пятно на всех нас ложится, вот вы здесь живете, вы будете думать, вот они все такие. Если мы понимаем, что люди так думают, ну, мы люди, мы не роботы, мы не компьютеры, мы так думаем, зачем тогда так говорить? И второе, я хотел сказать, люди, когда выходят на площади, на митинги, манежки, они тоже не от хорошей жизни выходят, что им чай пересластили. Нужно попытаться узнать, почему они вышли. Да, там есть и бандиты, там есть и сумасшедшие люди, с ними надо в других местах разговаривать, но надо разбираться, почему они вышли, находить компромисс, находить почему, вот какие факторы раздражения на них повлиялись, что они вышли. Понимаете, они... Можно молодой человек, вот до-до-до-до, был? Хорошо. Попробуем. Да. Добрый день. Меня зовут Умар, я студент Новгородского медицинского университета, стоматологического факультета. Хотел бы заметить, мы вот поднимаем вопрос об образовании и общей проблемы, конфликты между национальными и так далее. Вот почему-то вот коммунисты, я не против коммунистов, почему, потому что мы жили при коммунистической власти, при советской власти, да, все в мире жили, в мире в согласии, все работали и так далее. Но хотел бы заметить, наши отцы кавказцев, независимо, там, ингуш, чеченец, там, осетинец, все отцы, отдавшие свои жизни против фашизма, почему-то все их забыли, российская власть их забыла. Нету в образовании, в истории учебника, да, вот, не в истории и других вот литературах, нету имена кавказских имен и фамилий, вот. А почему же закрывают вообще массовую информацию и вообще учреждения учебные, вот, на эти моменты? Можно такой вопрос, да, вы вот, да, как представитель семьи, тоже у вас родственники воевали, из вашего народа можете назвать героя, человека, вот, на которых, про которых у нас не говорят в стране, о которых надо говорить? Конечно, было, был хампаш, хампашонодилов. Да, у нас даже... Нет, просто вот сейчас есть возможность рассказать как раз-таки. Можно добавить, да. Вот он, его, это памятник в Волгограде, Сталинграде, и когда экскурсии были при советском времени, именно вот его обходили и не говорили, что он есть, понимаете? Фашисты не дошли до территории Чеченской республики, но нас объявили якобы в помощи, что мы им помогали, понимаете? Много героев у нас полегло, защищая, к примеру, Советский Союз, Брестская крепость, сейчас Путин вот недавно заявил, что мало кто знает, но именно чеченцев там было большинство защитников, понимаете? И об этом не говорят. Вот, пожалуйста, вот здесь вот молодой человек очень давно хочет рассказать. Давайте. В России законы для всех одинаковые. Существует федеральный закон, что нельзя возбуждать национальную рознь. Вот почему средства массовой информации везде употребляют выражение лицо кавказской национальности или не русский? Зачем обмечать? Существует нарушитель, вот его и надо называть. Нарушители, они есть во всех национальностях. Вот даже вы говорите, гости нашего города. Мы здесь не гости, мы здесь выросли и будем жить. Россия – это наш дом. Еще вопрос. Давайте. Вопрос представителям партии. Что делается на федеральном уровне, чтобы устранить такие проявления беззакония, как несправедливость и несоблюдение закона? Могу ответить со своей стороны, да, я думаю, коммунисты ответят со своей. Во-первых, хотел бы внести ремарку. У нас замечательное образование было, есть и будет всегда. И историю я бы не хотел учить, там, что, Вторую мировую войну учить по девяти сталинским ударам, опять вы предлагаете. Нет, ребят, у нас хорошее образование. А вот касаемо власти, я вообще, ну, с общественников, да, входил во власть. То есть я до сих пор не скажу, что я там, да, с медведевым обнимаюсь и за руку с ним ухожу. Нет, конечно. Но у нас есть определенные движения. Например, вот не зря было определено, обратите внимание, во-первых, это мединститут, все ребята говорят, с которыми мы живем. Я тоже выпускник меда. И всех этих ребят я знаю. И я больше с русскими конфликтовал, чем с ними всегда, потому что с ними всегда можем договориться замечательно. И мы все прожили. Приедьте в мединститут, снимите. Может быть, действительно поможет всем людям, как мы дружим. А второй момент, это вот действительно стройотряды. Это очень мощная система воспитания. Что-то иногда даже это схоже действительно с комсомолом каким-то определенным. У нас нет, ребят, ни националистов. Хорошо, да, вы за свою партию ответили. А мысли уже накипело на самом деле много. Хочется сказать, на наш взгляд, федеральные власти, чтобы сгладить эту ситуацию, делают мало чего. Немножко вернусь к предыдущим мнениям, которые здесь были высказаны. На самом деле, во всех национальностях есть негодяи. Не нужно приплетать национальную рост к каждому конфликту. Если какой-то подонок русский сбил на машине пьяный русскую семью, это бытовое, его посудит суд. Если это сделало лицо в Казской национальности другой нации, это национальный рост. Это лишнее. В каждой стране, в каждой нации есть негодяи, есть и свои герои. Я вот не соглашусь с молодым человеком, весь мир, вся планета Земля образованная знает то, что на Рейхстаг в друзей ли знамя Егоров и Контария, грузин. Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, герой малый. Хотя уже возникают другие. Но, друзья, к сожалению, наше время подходит к концу. Нужно как-то подводить итоги. Какие пути решения, может быть, какое взаимодействие, что нужно сделать для того, чтобы как-то все-таки все эти проблемы решить? Жить комфортно и жить не страшно никому, чтобы было, наверное. Я считаю, что, опять же, образование. Я учился в Новгородской школе. И изначально, когда я вот переехал сюда, начались вот эти проблемы, то, что ты не русский, там, начали обижать, естественно, называть, там, некоторыми словами, не буду их перечислять. Но в это вмешались учителя. Я вот очень благодарен, потому что они начали вот говорить, что нельзя так делать. Вот, учитель истории, Ирина Викторовна наша, спасибо и огромное. Когда вот в классе сидел, тоже обижали, я сидел в самой заданной парте. Обижали вечно, говорили, ты такой, ты такой, там, не русский, там, сидел всегда один. Но вмешался учитель. Начал им рассказывать о том, что нельзя так делать, что мы выиграли войну вместе, что мы должны быть вместе. Потому что если мы выиграли вместе, нам не надо расходиться и говорить, что да, мы там выиграли. Можно вспомнить Мусуджа Лиля, да, который тоже, не будучи национально русским, да. Это получается одно решение, это образование и школа. Вот отсюда. Давайте послушаем еще. Девушка, давайте, у нас мало девушек, мало девушек. Давайте. Я, конечно, соглашусь с вами, Руфан, потому что я сама прекрасно знаю этого учителя, я знаю, какой он хороший. Но также я хочу сказать о том, что не только школа и самообразование должны влиять, но должны влиять и родители. Потому что... Золотая мысль. Да, и давайте на этой золотой мысли-то все-таки закончим. Потому что, к сожалению, мы... Не, на самом деле, Женя, надо продолжать. Об этом надо говорить. Друзья, вот даже сейчас за моей спиной не утихают споры. Ну, катастрофически не хватило нам 50 минут для того, чтобы обсудить все под тему нашего вопроса. Наверное, это правильно, потому что даже за два века в нашей стране мы их решить не смогли. Одно ясно, встречаться надо. Надо без обид, мирно, а главное, законно обсуждать все существующие вопросы и проблемы. Без этого никуда. Но закончить все-таки хочется словами классика советской мультипликации. Ребята, давайте жить дружно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!